В этом году внутренний рынок страны будет обеспечен бензином марки АИ-92 и дистопливом на 90% и на 50% авиакеросином. В этом депутатов Меджи Мажелиса на правчасе заверил министр энергетики. Все заявления Каната Бузумбаева о развитии нефтегазового сектора записал Асхатнязов. Знаете, что это? Это нефть. Большинство думают, что она лежит в недрах земли в жидком состоянии. На самом деле в природе нефть содержится в такой породе под названием керн. Ее вытесняет отсюда. На начальном этапе, как я сначала говорил, она фонтанирует под давлением, так как она находится под давлением на начальном этапе. Потом как раз вот это вытеснение водой, происходит вытеснение водой, эта нефть вытесняется из этой породы в сторону добывающей скважины. Узнать немного больше о нефти депутаты смогли на выставке в рамках правительственного часа. И не только о нефти. Газ, который так давно ждет Астана, все-таки проведут. Правда, непонятно со сроками. Предыдущая обещанная дата 2019 год стала какой-то размытой. Поэтому целиком, зима 2019-2020 года, целиком не будет зависеть от наличия газа или его отсутствия. И где-то в течение 3-4 лет только кематы смогут полностью попытаться газифицировать, как Астану, Каргандинскую область и отдельные населенные пункты Ахмолинской области. То есть реально жители Астаны, к примеру, должны ожидать, что в их дома придет газ, к какому сроку? Четко на этот вопрос министр энергетики ответить не смог. Однако в сторонке стоял заместитель столичного Акима. Спрос был с него. У нас 20 тысяч домовладений в частном городе. Мы где-то около 4 тысяч домовладений на первом этапе в 2019 году подключим. На самом правительственном часе о достигнутых результатах в нефтегазовом секторе и о планах на будущее рассказывал профильный министр. Рассказывал с ноткой оптимизма. В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 миллионов тонн. Это наш предварительный прогноз. Но такое ощущение, что будет немного больше. А вот у депутатов ощущение, что в отрасли есть серьезные проблемы. В частности, отсутствие нормального учета. По данным Генпрокуратуры, расхождение между добытой и экспортированной нефтью порядка 2 миллионов тонн. В денежном выражении это 600 миллионов долларов. Один из способов занижать объемы выкачанной нефти – расходование больших объемов добытого сырья на технические потери. Ежегодно на тех потери и собственные нужды недропользователями, по данным Генпрокуратуры, изымается в среднем 350 тысяч тонн нефти. Дошло до того, что у некоторых недропользователей технические потери оказались выше годовой добычи. После завершения правительственного часа уже по традиции министру смогли задать свои вопросы и журналисты. В частности, поинтересовались опасениями международных экспертов о выполнении соглашения по сокращению нефтедобычи. Международное энергетическое агентство, во-первых, использует неправильные данные, неправильный коэффициент баррелизации использует. Мы уже неоднократно их поправляли. Во-вторых, они не знают, какие обязательства в рамках ОПЕК нельзя. Никаких претензий со стороны ОПЕК же нет в Казахстане? Нет? Вы слышали, что со стороны ОПЕК есть претензии к Казахстану? Я про претензии не спрашиваю. Поэтому Казахстан выполняет свои обязательства. Повышенный интерес прессы и депутатов сегодня обуславливается тем, что нефтегазовый сектор пока еще остается основным для экономики страны. Поэтому решать его проблемы, если они действительно есть, нужно в приоритетном порядке. Асхат Ниязов, Ержан Конопьяулы, Ибекбулат Базаров, Хабар, 24, Астана.